Нет рисков, что Молдова будет ввязана в военный конфликт. Об этом несколько дней назад заявил вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян. По его словам, произошедшее на левом берегу Днестра преследует единственную цель дестабилизировать ситуацию в регионе и создать панику среди населения. Он также добавил, что вызовы в Приднестровском регионе в последние дни связаны с действиями внутренних провоенных сил. К слову, в четверг рабочая делегация Кишинева во главе с вице-премьером по реинтеграции, в которую также входит советник президента Дарин Ричан, встретилась с терраспольским лидером Вадимом Красносельским в селе Варнице. Стороны обсуждали вопросы, касающиеся обеспечения безопасности, а также возобновления диалога обоих берегов на всех уровнях. В Кишиневе также на этой неделе побывала делегация ОБСЕ. Официальные лица обсудили последние события в Приднестровском регионе и в зоне безопасности, а также самые актуальные вопросы, требующие повышенного внимания. В свою очередь, заместитель главы бюро реинтеграции Николай Цветков в ходе недавних дебатов отметил, что диалог между Кишиневым и Террасполем в последнее время стал более конструктивным, и это позволяет избежать увеличения риска внутри страны.